ребят привет всем сегодня будет очередной выпуск хочу пожрать и посвящен он будет дню победы сейчас мы всей нашей бригады идем на парад я сделал вот такую фотографию деда и как бессмертный полк хотим прошагать с ним все вот эти прошагать но всю демонстрацию до состояв колонне чтобы почтить память его но попозже я начну готовить сегодня будет у нас каша по купечески из топора ну каша будет примерно как будто мы попали да всем привет праздником фрицам в плен попали ограбили здорово с праздником и ограбили фрицовский пищевой склад так что смотрите не переключайтесь и всех с праздником ребят ну чем мы прибыли на место да вот расположили сегодня с нами очень много гостей которые принимают с вами участие да короче наш казан мангал наша печка и мы ну приступаем готовки сейчас мы разожгем нашу печку и будем помаленьку готовить ребят на чем мы приступаем нам сегодня понадобится лук понадобится мясо понадобится морковка белые грибы топленое масло специи ну соли в принципе все поэтому мы наверное начнем с того что сейчас порежем лук разрежем мясо ну и потом останется время как бы выпить пока будем выпивать у нас разгорится печкой и уже будем ставить казан шоу потом попыхах ничего не делать все берем лучок нарезаем его вот так вот кубиками нарезается лук ребята у нас сегодня идет праздник великого дня побед великого победы поэтому у нас играют патриотические песни которые так сказать воодушевляют на подвиге которые совершили наши деды блять ножи конечно не айс но я думаю скоро у меня будет хороший ножик пообещали мне прислать и будем уже готовить с ним пока как говорится изъебываемся вот этим кривым блять так все лук нарезали теперь давайте разделаем наше мясо взяли свинину на костях вот такие ребрышки прикольные сейчас мы снимем кожу ребятки очень отличается до свежая свинина со свежей свинины кожи снимается вот так вот легко просто берется и сдирается все ребятки разделываем сова отдельно блять мясо режем небольшими кусочками складываем сюда свинину взял ребятки помыли нам гречечку сразу сразу все подготовили ребята ну все мы нарезали мясо у нас готов лук нарезала тоже лучок вот наш нарезанный уже гречка промытая но остальные ингредиенты тоже готовы то есть готовы вот грибы я их замочил предварительно белые грибы уже нашинкованная морковка и поэтому приступаем к розжигу нашего не казана к розжигу нашей печки ребят на процесс идет наша печечка разгорается нам и пока но мы пока выпиваем поэтому смотрите не переключайтесь все ребятки наш казан на костре мы его сейчас обжигаем еще разочек чтобы он нагрелся хорошо да 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 вторая готовка вот если обратите внимание видите вот он такого блестящего света потому что ну это типа как как ты флон только настоящий главное что пожарку не вызвали ребят ну все наш казан нагрелся мы добавим маленечко растительного масла буквально чуть-чуть потому что у нас там свинина тоже жирная так вот по краешкам все и высыпаем сюда лук все хорошо перемешиваем чтобы придать ему золотистый вид мешаем хорошо чтобы он не пригорел здесь пишется все мне нахуй военкомат уже скажи все поедите отсюда на ебаный в рот еще не видишь когда как кашу делают я гречу я замерз ну молча тогда грейся тебя смотрите вот лучок принимает а такой золотистый вид все и можно уже сейчас закидывать наше мясо чтобы оно обжаривалось вот ребятки наши кости вернее не кости то есть там ребрышки свиные опять же мы отправляем сюда вот ну и будем обжаривать а 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Короче, смесь перцев и трав, которые все подходят к мясу То есть вот так вот сверху маленько это все посыпаем Ну, без фанатизма, конечно Все опять хорошо перемешиваем Ой, запах какой обалденный Все, и наверное уже подошла очередь нам сюда в мясо добавить наши белые грибы Которые мы предварительно замочили Да, и они придадут еще более большой аромат нашему блюду Блюдо станет веселеньким Очень Еще раз все это перемешиваем Тишина на съемочной площадке Иди нахуй отсюда Ой, я же говорю Тишина на съемочной площадке Вкусная пища Ну а попозже Все снимается У меня что-то не привстал А у тебя вообще встает Да У тебя в последнее время нихуя будет Все, ребята, чтобы еще придать пикантность нашему блюду Мы добавим сюда Воду 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 В которой мы Замачливаем наши грибы Вот так вот опять же это все заливаем Все, и дадим еще маленько потушиться Аромат, конечно, обалденный Сейчас маленько это все присолим Чуть-чуть так вот буквально Спасибо Все, немножко соли Все, ребятки, можно добавить уже сюда морковь Опять же морковки можно добавлять кто сколько хочет Но мы решили много не добавлять Порезали ее вот так вот кубик Ой, пластиками Дадим ей маленько сейчас еще потушиться Чтоб она стала такой мягенькой И уже будем сюда выкладывать нашу кашу Основное блюдо наших солдат в Великую Отечественную войну Смотрите, какая красота Ну и шумовочка у нас тоже гуд Ребят, ну что, у нас наш зирвак готов Подошло время сюда закладывать нашу кашу Зальем ее водой И на 40 минут я свободен Выкладываем нашу кашу Вот гречечка пошла наша Ай, красава Все, равномерно ее распределяем по нашему казану Все, заливаем водой сейчас Иди-ка сюда, держи Корову нахуй Здесь, по-моему, держи Ребята, водички льем Ну, тупо два пальца Над уровнем гречки Я думаю, хорош Ну и еще подсолим Потому что мясо у нас соленое Ну, а гречка нет Поэтому тоже нуждается, чтобы ее посолили Так, ну и накрываем крышкой Накрываем крышкой Засекаем минут 40 Наша поддувала закрываем Ну и будем ждать, когда это все приготовится Когда вода выкипит Знаете, в чем еще плюс вот этой печки Что когда она закрыта, она работает как термос То есть тепло Никуда лишнее не уходит То есть все здесь и все тепло подается на казан И что нам позволяет Вот именно Чтобы там не горело, не бурлило Чтобы именно томилось Это один из наиболее лучших Наилучших факторов Вот как раньше готовили в русской печи Это, можно сказать, ну практически то же самое Ну, чуть-чуть по-другому Ребятки, ну, наша каша готова Она получилась вот такой вот рассыпчатой Ах, какая красота и вкуснятина Посмотрите, вот она Осталось сделать еще одну маленькую вещь Мы сейчас сделаем вот такие вот ямки И чеснок, да? И положим сюда топленое масло Которое придаст еще больше аромат нашему блюду Изысканный аромат Да Все Еще на минут пять Оставим потомиться И просим к столу Ребят, ну все готово А, вот она наша красавица Да Вот она, рассыпчатая Сейчас мы ее перемешиваем И велкам к столу Ах, какая вкуснятина Ребята, если бы вы были здесь И смогли бы это попробовать Я бы был, наверное, самый счастливый человек Правда Сейчас я положу крышечку Вот она Вот она, наша красавица Каша по-купечески Ребята Ой, какой обалденный запах Какой обалденный цвет Да Ой, и шумовочка наша Как раз То, что доктор прописал Тихо-тихо-тихо-тихо Поправим Готовили, готовили Дорогие друзья Наше блюдо готово Я попрошу вас Подходить сюда С вашими Тарелочками И Угощаться Угощаться Штуки 2-3 Я вам передаю Штуки 2-3 Наложите к нам Ветераны Пропустите ветерана Разбирайте Держи Вот она Кашечка Пересыпаем Перетряхиваем Да я всем на ложе Ребята Всем хватит Ой-ой-ой Блять Должно выкидывать Жалко Ну ладно Выкинем Егору Ну ложи кашки Егору Я даже не знаю Бери капюшон А почему ты Ешь не будешь Не надо Меня потать Я потом или сейчас Давайте Давайте ваши Пальцы Пальцы Сегодня ко мне Начинать Сегодня ко мне Начинать Ребят Сейчас послушаем Специалиста Который оценит Это блюдо А вам скажи Да Это шедевр Ребята Очень вкусно Получилось Я давно не ел Такого Наверное Где-то в московском Ресторан ел Такого Давно не ел Очень вкусно Спасибо Самое главное Сделать это все От души От души Ребята Ну Теперь осталось Только послушать Ваше мнение Что с кашей Если маленько Недосолено Я специально Это взял Не-не-не Нормально Не-не Вообще Посоли Вообще Охуенно То всем нравится Ребята Короче Вот этот Мясо вкусно Смотрите На канале Вадюша Это нефирное Я готовил Первый раз Ребята Готовил Просто Сегодня Это бэкстейс Как Вадюша Просто Ну просто Пиздец Знаете Что сделано Я сейчас Выпью Но сегодня Мы закончим Наш выпуск Смотрите Подписывайтесь Готовьте Вместе С нами Мы всегда Будем Готовьте С нами Готовьте Как мы Готовьте Лучше Нас Помнишь Такая передача Абсолютно Верно Поэтому Мы сейчас Выпиваем И на этом Закончим Нашу передачу Давай